Девушки отдыхают Мягко говоря, нам заломали руки и заставили сотрудничать Теперь мы вынуждены сотрудничать с Яковом, так как он грозится все рассказать остальным о нашем расследовании А это нам может крайне сильно укнуться, потому что Яков Вагонер об этом сразу узнает и скрутит нам руки Нам руки уже сам скрутит, так как он еще сильнее нас завязал в своей паутине манипуляций Так как знает о нас что-то, о чем мы не знаем, ну или притворяется, что знает Он же блин военный, да еще и получается политика, так как я понял, что главы в большей части Смены черными отступниками руководят именно командующие Тут нет каких-то, так скажем, выборных представителей и так далее Это чисто как я понял Вот, ну и посмотрели хорошенький трейльчик с третьего сезона Сейчас посмотрим, что в этом сезоне будет Надеюсь, вам понравится И перед началом рекомендую подписаться, а то на наш канал подписан только где-то 50 Не подписаны на наш канал, смотрят видеоролики Не подписаны товарищи, смотрящие наши видеоролики, их в районе 55% Вот, вам ничего не стоит нажать на эту кнопочку А мне это очень приятно, это меня мотивирует И вы будете первыми о видеороликах узнавать Ну а теперь погнали Я не выспался, всего-то мешало отвечать на утреннее приветствие соседей по комнате Перед завтраканным Вагнер отвел меня в сторону и сказал, что после тренировки я зашел к нему в кабинет А потом кухню заполнили солдаты из соседнего барака Они что-то готовили и громко переговаривались Оливер снова отстал Отстоял стол, Оливер снова отстала Оливер снова отстала к плите и на все мои расспросы о происходящем устало отмахивался Лагерь готовился к некому важному событию После тренировки я стоял перед столом командира и ждал его указаний Что ж такое интересное происходит, такое важное, что все переполошились Ух ты Вот это красава, красиво выглядит Все, Саш Вагнер задумчиво смотрел в окно и обернулся только после моего покашливания И его ледяной взгляд меня насторожил Что ж такое? Я знаю кто, кто ты Вагнер нахмурился, вытащил из ящика исписанный лист бумаги с моей фотографии Бросил его на стол и прихлопнул ладонь Я замер, а потом нетерпение заставило рвануть вперед и попытаться выхватить листок Вагнер пододвинул документ к себе и покачал головой И... и кто я? Ладонь не вспотели, я медленно вытер их А... брючины Ты солдат, но твое имя, конечно же, не Немо Тебя зовут Вальтер Майер Это еще не все Вальтер Майер Вагнер пищулился, он снова повернулся к окну и в полоборота посмотрел на меня Ты дезертир Дезертир? Дезертир? Я дезертир? Перед глазами все закружилось Как? Вы об этом узнали, Вальтер? Блин, нас реально Вальтером зовут? Из главного штаба 6 июля Вальтер Майер покинул поле боя и не вернулся Ты объявлен в розыск Знаешь, что произойдет после того, как тебя найдут? Я ласковал холод страха Я не мог ничего ответить, а Вагнер продолжал Тебе грозит расстрел Понимаю, ты напуган Еще бы В нашей армии нет живых дезертиров Их прах смешан с землей Он с усмешкой покачал головой Тебе стоило обдумать побегчательнее Рис был велик, верно? Я этого не помню Сомневаюсь, что Амнезия поможет избежать ответственности Что вы будете со мной делать? Вагнер нахмурился еще сильнее Очевидно, мой вопрос ему не понравился Я ждал ответа, словно приговора Ты же понимаешь, Вальтер У меня нет выбора Я вздрогнул, когда Вагнер назвал меня этим именем Он молчал и рассматривал меня Столикой Пенебрежения Что делать? Бежать? Просить пощады? Попробовать оправдаться? Или договориться? Итак, Вальтер Какие у нас планы? Кстати, хочешь посмотреть на документ поближе? Вот, возьми Это все равно копия Оригинал остался в штабе Моя дрожащая рука неуверенно потянулась к листку И что же там будет такое? Личная карточка Дезертир Так, расстрелять Приговор Верховного Суда Фамилия Майер Имя Вальтер Дата рождения 15 октября 1896 года Дата вступления в воинскую часть 30-го июля 1920-1912 года Воинское звание рядовой Личная поэт весь Майер Секретный Секретарь канцелярского отдела Дата заполнения 30 июля 1912 года Июня, точнее июня получается Блин И наша фоточка Блин А вот теперь Сафрон взгляд Бегал по строчкам Я видел только отдельные фразы Вальтер Майер Дезертил Дезертил Приговорен Верховным Судом К расстрелу Не может быть Все может быть С фактами не поспоришь Я поднял голову И посмотрел на Вагнера Кажется у меня на глазах Выступили слезы Потому что все вокруг Все вокруг Вокруг начало расплываться Только ты виноват В произошедшем Поздно раскаиваться Ты должен знать Что за проступки Всегда приходится отвечать Я снова опустил голову Бессмысленно же отдать От Вагнера помощь А он командир И следует закону Мне не сбежать Как выяснилось Не сбежать еще раз Но почему враги Тоже меня ищут Знает ли об этом Вагнер? Сомневаюсь Блин Получается Нам никуда Ходу нет Нам и к врагу Не переветнуться Так как нас ищут И фиг знает почему И тут-то, блин, расстрелять Могут за наш дезертирство Хотя, конечно Есть долика Такая вероятность Что этот документ Может быть подделан Или Или, возможно Он Или он Является полуправдой Возможно Приговор-расстрел Вообще Он мог добавить Он мог Самостоятельно добавить Приговор-расстрел Например Хотеть Сомневаюсь Что он может Сделать Такую Подпись Такую Прямо стопроцентно Вообще Не поддельную Хотя, блин, какого фига Для нас Это стопроцентно Сработает Мы ведь не знаем Какие подписи Там у них На документах Стоят Я из-под лоби Взглянул на него Да Если я Дезертир Почему вы Позволили мне Покинуть лагерь Во время разведки Это была проверка Я хотел удостовериться В твоей искренности Если бы ты сбежал Тебя бы тут же Тебя бы тут же Тебя бы тут же Тебя бы тут же Пристрелили Но ты остался А это значит У тебя и в прямом низе Оливер доложил Что ты не пытался Скрыться И вообще Не делал ничего Подозрительного Получается Ты не врал Что вы будете Со мной делать Ты Ты так и не понял Хэм Вагна с громким Вздохом Опустился в кресло Знаешь Мне бы не хотелось Чтобы тебя расстреляли Как это понимать Ну Так просто и не объяснить С одной стороны Твой поступок Меня глубоко Возмутил Между прочим Ты добровольно Вступил в ряды Нашей армии И что в итоге В итоге Ты сбегаешь Во время боя Поджав хвост Такие солдаты Как ты Не ведут армию К победе Понимаешь Твой поступок Дурной пример И расстрел Мог бы стать уроком Для остальных бойцов Но с другой стороны Ты мне нужен Живым Ты окажешься Окажешь Большую помощь Правому уделу Согласен Тебе же хочется Искупить вину Я Я интенсивно Закивал Если Вагнер Поможет Я соглашусь На все Что угодно Ну Тут Отчасти он этого И хочет Скажем Либо Это кадр Это кадр Ему Прям Подвернулось То что Нас Стрелять Хотят Либо Он ее Опять-таки Припрятал В рукаве Или Вообще Подделал И чтобы Мы просто Вообще Больше Ни разу Не пытались Ему Противиться Ты же Никому Не рассказал О расследовании Вагнер Склонил голову А потом Слегка Улыбнулся Вот Держи Он протянул Платок Солдатам Не к лицу Слезы Я покачал Головой Он мне не нужен Я не собираюсь Плакать Вагнер Спрятал Платок В карман Отныне Правила Меняются Я не буду Докладывать На тебя В штаб А ты Продолжишь Расследование Договорились У меня На тебя Большие Планы Подождите Меня здесь Все видели Вдруг Кто-то Проговорится Это вряд ли Почти никто Не знает Дезертиров Лицо Да и сверху Не любят Об этом Распространяться Чтобы не подрывать Не подрывать Авторитеты Престижа Армии Дезертирство Не предается Огласке Дезертирство Не предается Огласке Только в редких Случаях Устраиваются Показательный Расстрел Остальных Глупцов Устраняют Тихо В любом случае Твое Настоящее имя Никто не знает И мы тоже Забудем о нем На какое-то время Оставайся Пока Нем Сколько Это будет Продолжаться Все зависит От тебя Чем быстрее Ты расследуешь Преступление Тем меньше Риску Подвергнешься Я останусь Здесь В казарме Разумеется А что со мной Будет после Расследования Давай Не заглядывай В будущее Подождем Немного Если будешь Предан мне Я отплачу тебе Той же монет Я поджал Губы Хорошо Будем считать Мы договорились Вагнер Соединил Кончики пальцев Хорошо А что еще Мне оставалось Делать Неожиданное Прошлое Заставило Пересмотреть Планы Позыри Оказались В руках Вагнера И я не знал Как его Обыграть Надеюсь С неба Ты понимаешь Какую услугу Я тебе Оказываю Понимаю Я не подведу Вас С тобой Приятно Иметь Дело Я угрюмо Кивнул Ладно Есть Другая Новость Скоро сюда Приедет Генерал Он не должен Тебя видеть Сам понимаешь Причину Так вот Почему утром Было столько Суеты Смотрите Он Он Немножко Так потеет Значит Он сам Волнуется Очень Чтобы мы Не попались Ему на глаза Кто же Этот генерал Мне нужно Спрятаться Обо мне Никто Случайно Не расскажет Он Обращается Только со мной Он общается Только со мной С членами Моего отряда Больше Ни с кем Посиди тут В кабинете Обычно мы Разговариваем В другом месте И генерал Никогда сюда Не заходит Я приказал Оливеру Чтобы он Передал Остальным Помалкивать Тебе Я не разделял Спокойствие Вагнера Все-таки Авторитет У Оливера Было Недостаточно Чтобы заставить Его подчиненных Держать рты Закрытыми Это тогда Но я сомневаюсь Что они пойдут Против своего Генерала Все-таки Это приказ Был спущен им Лично Они никогда Не посмеют Я думаю Воспотивиться Его приказам До кабинета Вагнера Долетели Приглушенные Голоса Пожалуй Мне пора Раздался Стук в дверь Сиди тихо И ничего не трогай Можешь пока Книжку почитать Как все закончится Я тебя выпущу Вагнер Пригладил Усы Схватил Схватился Столопапку С бумагами И направился К выходу За дверью Стоял Оливер Я зачем-то Помахал ему А он в ответ Широко улыбнулся Мне хотелось Взглянуть На генерала Но я боялся Даже подойти К окну Вдруг он Или кто-то Из его приближенных Меня заметит Дверь закрылась Щелкнул замок И я остался В кабинете один Эпизод Номер Три До меня Долетели Гром Долетели Долетали Громкий Я прохожу Я не самостоятельно Нафиг Так что у нас тут есть Ну это уже было Так Книги о военном деле Пустые Бланки Ничего интересного Заперто Вагнер тщательно Охраняет Свой секрет Ну понятно Таки блин Оставлять нас В самом кабинете И не закрыть Ни черта Осмотреть кабинет Вагнера Ну это понятно Какие-то документы Про меня нет ни слова А номер телефона Кстати говоря Что будет если На него позвонить А Не знаю Возможно ли позвонить На номер телефона Или эта функция Пока что Не рабочая Ну ладно Красиво Меня на некоторое время Зачаровала Игра слета Я дотронулся До маза Мазков краски И вдруг Картина с шумом Свалилась на подполку Черт Эй подожди Блин Я не знал Что это Кнопка Блин Она вызовет Ивент Вот фак Блин А я хотел Другое Смотреть Там что Столько интересного Эх Жалко Хрена мне Лысого А не осмотреться Я хотел Повесить ее обратно Но взгляд Зацепился За узкую Полоску света Пробивающийся Сквозь щель В стене Что это Я потрогал Отверстие пальцем Потом подумав Примкнул К нему Глазом Комната Еще одна Но чей Как в нее попасть Из коридора Невозможно Разве что Дверь спрятана В коридоре Послушали шаги Я в испуге Отпрянул Кое-как Повесил картину На прежнее место И уставился Устроился В кресле На котором Сидел до этого Не думаю Что стоит Иди сюда Все-таки Встало бы Удобнее Разговаривать Не переживай Олдрик Мне нужно Посмотреть Старые отчеты Оливера Дело Пустяковое Шаги Приближались Зазвенели Ключи Послышался Незнакомый Смех Я замер И не насторожился Жаль Что я не спрятал От тебя Отчет Оливера О нападении Надо было Спрятать Надо было Спрятать Почему Вагнар Так странно Произнес Эту фразу Может это Знак Что мне нужно Спрятаться Твоих отчетов Недостаточно Ведь ты не знаешь Всего Что творится У них внутри Оливер Куда лучше Справляется Со своей Обязанностью Слово Отчета Одного Одного Весьма Субъективны Это разумеется Поправимо К чего К чему Это А К чему Это Послышался Приглашенный Звук удара Металла От дерева Наверное Это упали Ключи Нужно Спрятаться Срочно Ну где Хм Шкаф Пойдет Подойдет Я кое-как Влез туда Пуражка Вагнера Упала На голову Дверь Кабинета Распахнулась Голоса Зазвучали Громче Я крепко Сжал Зуб Как поживает Мой отряд Есть Успехи Шаги Направлялись В центру Комнаты Зашелестела Бумага Все по-старому У меня К тебе Несколько Вопросов Олдрик Слышал Что Недавно Мои Ребята Слышал Что Недавно Мои Ребята Мои Ребята Принимали Участие В разведке Это Так Кто Тебе Сказал Не Важно Отвечай На вопрос Молчание Затянулось И я Занервничал Да Да Я отправил Их на разведку Снова Шаги Дыхание Стало Непрерыв Прерывистым А кто Отдал тебе Разрешение Может Ты считаешь Что волен Поступать Как заблагорассудится Генерал Не кричал Но его Давленный Голос Дрожал От злости Вагнер Что-то Забубнил Мне Удалось Расслушать Только Отдельные Слова Они Сидят Здесь Много Вопросов Нужно Научить Меня Не заботят Сплетней Я Отдал Распоряжение Поэтому Будь Добр Выполняй Свою Работу Как Полагается И Кажется Я говорил Что каждый Из них Крайне Важный Экземпляр Ты прав Но послушай Они же Солдаты Разведка Для них Маленькая Тренировка Правда Кажется Ты забываешь Кто из нас Главный И забываешь Какими Полномочиями Я тебя Наградил Раньше Твое поведение Восхищало Меня А теперь Получается Власть Выбила Из тебя Дисциплину Ты хоть Понимаешь Риски Какого Чёрта Ты прислал В мой Штаб Руф Нарушил Мои Планы Карла Ему Пришлось Бросить Основную Работу Чтобы Заняться Как Будто Ты Ни Чёрта Не Понимаешь В Головах Важная Информация Любое Повреждение Может Её Уничтожить А Если Б Они Стали Как Вольфганг Не Бойся Я Слежу За Ними Никто Не Пострадает Обещаю Кто-то Заходил По Комнате Они Ничего Не Говорили Нет А Может Да Я Не знаю Каких Слов Ждать Передаю Передавай Мне Любую Информацию Я Сам Со Всем Разберусь Генерал Шумно Вздохнул Не Думай Что Я Прощу Тебе Ещё Один Случай Самоуправства Я Понял Обещаю Что Такого Больше Не Повторится Мой Кредит Доверия Мой Кредит Доверия Не Бесконечен Я Это Учту Снова Зашелестела Бумага Пойдём Десерт Пойдём Десерт Уже Подали Ты должен Его Попробовать Это Верно Слушай Представь Мне Свой Кабинет Для Разговора С Ним Предоставь Мне Свой Кабинет Для Разговора С Ним Не Думаю Что Это Хорошая Идея Мне Нужно Мне Нужно Написать Несколько Отчётов И Переговорить Со Штабом Лучше Побеседуй С ними В спальне Там Знакомая Обстановка Она Будет Действовать Умир Умир Творяюще Пожалуй Ты Прав Мощность Коважения Послышала Здесь Ключи Ну Подожди Генерал Главный Генерал А разве Вагнер Командир Получается Командиры Генерал Это Главный А кто Карл Кстати Там Упоминался Какой Карл Кто Карл Такой Непонятно Пока Что Честно Говоря Система Непонятная Но Во главе Получается Стоит Он Получается Он Самый Главный Вот Этот Непонятный Генерал Он Самый Главный Кажется Он Своим Наместником Он Назначил Вагнера Он Его Так Скажем Его Правая Рука Только Он Что Сильно Управствует Во Вторых Они Хотят Выудить Они Хотят Выудить Из Из Отряда Какую То Информацию Они Неужели Они Реально Хотят Узнать Неужели Сам Генерал Уже Знает Об Этой Историей С Убийством И Очень Хочет О ней Разузнать И Приказал Вагнеру Любыми Способами Вытащить Ее Из Их Голов Получается Мы Мы Так Скажем Выполняем Не сам План Вагнера А просто Помогаем Уму Исполнить Приказ Его Начальника Интересно Я Выбрался Наружу Прохладный Воздух Остудил Вспотевшее Лицо Теперь Осталось Ждать Когда Генерал Покинет Казарму Вагнер Вернулся Через Пару Часов Он Никак Не Прокомментировал Произошедшее В кабинете А я Не стал Задавать Вопрос Я Спустился На Первый Старший Услышал Знакомые Голоса Носившиеся Из Столовой Ну Что Пошли Поболтаем Потому Что Слишком Коротко Вышло О Все Члены Отряда Сидели За Роскошно Накрытым Столом У меня Заурчал Живот Стоило Увидеть Аппетитные Кусочки Жареной Курицы Я Переступил Порог Столовой На меня Уставилось Восемь Пар Глаз Тихий Разговор Тихий Разговор Прервался Все В порядке А то Как же Все Отлично Нему Генерал Был Удивительно Добр К нам Вы Не Выглядите Довольными Скорее Всего Я Пришел Не Вовремя Поешь С нами Омин Я Сделал Шаг Столу Ганс Похлопал По Свободному Месту Радом С С С С С С С Как Прошла Встреча Отлично Лучше Не Придумать Мы Очень Хорошо Поели И Снова Тишина Не Понимаю Как Мы Можем Это Сделать О Чем Ты Эй Аккуратнее Тут Все Еще Нему Ну И Что Он На Нашей Стороне Я Прав Нему Конечно Я Тоже Считаю Что Нему Можно Доверять Командир Не Запрещал Нам Рассказывать Про Генерала Руф Тяжело Вздохнула С одной Стороне С одной Стороны Ты Прав Но С другой Мы Сами О Нему Ничего Не Знаем Но Все Равно Спешим Все О Себе Выложить Без Обид Нему Мужская Дружба Всегда Несет Себе Честность Эй Вообще Тут Кое Что Сказать Вы Сами Потихоньку Кусочек За Кусочком Все Выкладывайте Что Это Все Раз В Тысячелетие Какая Тут Честность Я Что Провалы Я Под Вас Копаю Что Ну Конечно Я Копаю Под Вас Я Хочу Вас Закопать Возможно Ну Ладно Я Удивлен Что Руф Сейчас Правильно Говорит В Моей Правоте Ничего Нет Ничего Удивительного Руф Нахмурилась Все Снова Умолкли Думаю Генерал Хочет Заручиться Нашим Доверием Ганс Ганс Ныне Мой Друг Я Не Хочу Чтобы Он Был Со Сторон Командир Его Здесь Нет Мы Сторонимся Друг Друга И Подчиняемся Только Приказам Может Быть В Это Наша Главная Ошибка Разве Мы Не Достаточно Откровенны Сомневаюсь После Всего Что Произошло Прекрати Элиас Хватит Блин Давай Элиас Давай 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 Говоришь Что же Такое У вас Какая Жива Стайна В душе И Яков Какой-то Совсем Ну Это Что-то Он На Хмурит И Есть Такое Значит Что-то Прям Сейчас Выплавит Наружу Элиас Замолк И Невидящим Взглядом Посмотрел В сторону Ру Ты Забываешь Элиас Здесь Все Еще Находится Нема И Он Внимательно Слушает Наши Взгляды Пересеклись Яков Улыбнулся Кончиками Губ Но В глазах Мелькнуло Раздражение Вот Скотина Он Ни хрена Не Попагает Вот Скотина Охраняет Экс Секретики Он Обещал Помочь Почему Сейчас Делает Все Наоборот Может Я Зря Ему Доверяю Может Он Хочет Меня Подставить А Кто Знает Этого Якова Наше Молчание Не Поможет Делу Мы Так И Будем Сидеть В Заточении И Постоян Чего То Ждать У Тебя Есть Другие Предложения Да Выступить Против Или Использовать Нему Использовать Меня Можно Дать Ситуацию Развиться А только Потом Начинать Действовать Поспешные Решения Ни к чему Не приведут Мы Уже Год Ждем Но Теперь Все Меняется Появился Нему Командир Занервничал С чего Ты Взял Я Не Заметила Волдрике Перемен А Нему Разве Его появление Что-то Меняет Келька Правильно Говорит Уж Я БЫ Заметила В Командире Любое Изменение Тогда Зачем Он Прятал Нем От Генерала Ради Его Безопасности Сам Знаешь Генералу Не Понравится Незнакомца Особенно Среди Нас Я Ков Ощурился По Тарелке Стучала Ложка Ганса Рядом Шумно Дышая Шумно Ганс Рядом Сум По По тарелке Стучала Ложка Ганс Рядом Шумно Дышал Пальцы Якова Перебирали Рукав Униформ Ам Не стоит Обсуждать Генерала За спиной Это Нехорошо Мы Не его Обсуждаем А пытаемся Придумать Что делать Дальше Это Почти То же Самое Надо Просто Постараться Ему Помочь Ты Смеешься Перед Генералом Интересно Че он Такое Сделал Тут Для Нее Что Она Ему Так Должна Ты Только О себе И думаешь А о ком Мне еще Думать О тебе Или Твоей Ты Просто Меня Не любишь Вот И Грубишь Подожди Ка Или Твоей Крово Кто Дорис Дорис Кто Она Этому Блин Все Так Интересно Давайте Дальше Еще Давайте До конца Этот Диалог Дочитаем Дальше Я Выдам Уже Все Быстренько Таким Оптом Надо Успеть Этот Диалог Дочитать Если Уж Начали Ты Просто Меня Не Любишь Вот И Грубишь Это Тут Ни Причем Ты Никогда Меня Не Слушаешь И Всерьез Не Воспринимаешь Это Большая Проблема Все Должно Быть Подчинено Единей Дисциплине Не Нужно И Игнорируй Из-за Плохого Настроения Хельга Поморщилась И Скинула Ладонь Сейчас Не Лучшее Время Для Выяснения Отношений Я Все Равно Считаю Что Следует Больше Стараться Вольфганг У тебя Точно Не Осталось У тебя Точно Не Осталось Старых Записей Вольфганг Встрогнул И Силой Моргнул Эм Эм Нет Я Кажется Не Вел Записи Тогда Не Вел Записи Нему Уже Спрашивал Об Этому Ха Что Это Значит Зачем Ты Приставал К Вольфгангу Что Хотел Узнать Ничего Особенного Правда У меня Записано Пора Заканчивать Эту Бесполезную Болтовню Я Все Равно Настаиваю Мы Не Должны Мешать Планам Генерала Мы Должны Ему Помочь Дорис Поднялась И хлопнула Руками По столу Ее Рассерженный Взгляд Гулял По Нашим Лицам Будто Пытаясь Отыскать Среди Них Поддержку Дорис Прекращай Твои Выходки Только Мешают Разобраться В Ситуации Мы Не 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 Должны В ней Разбираться Мы Солдаты Это Не Наше Дело Командира А не Строить Против Них Планы Ты С Ума Сошла Приравниваешь Нас К Безмозглому Пушечному Мясу Ничего Подобного Если Хочешь Чтобы Мы Победили Нужно Знать Своё Место А не Путаться Под Ногами Военачальников Да Ты Совсем Рехнулась Это Снова Твое Оригинальное Видение Мира Пытаешься Отличиться От Нас Нет Просто Наша Привилигированное Положение Мешает Видеть Ситуацию Здраво Привилигированное Положение Ты Нахвасталась Этих Слов От Тех Недоумков Стало Быть Ты Среди Нас Самая Рассудительная Нижняя Губа Дори Задрожала Но Она Отчаянно Сдерживала Слёзы И Храбрилась Наша Цель Победить Врага А не Генерала Мы Его И Идеал А пойти Против Это Стать Никем Как Ты Не Понимаешь Это Ты Ничего Не Понимаешь Ты Живёшь Здесь Не Участвуешь В Сражениях Ешь Спишь Тренируешься Разве Это Жизнь Солдата Думаешь Они Правда Так Живут Посмотри На Поведи Повоевать Это Было Очень Волнительно И Страшно Но После Боя Почувствовал Себя По-настоящему Живым А Тебя Свободная Жить Начала Сводить С ума Вот Ты Хочешь Ее Удержать Ну Конечно Можно Вдоволь Есть Сладкие Вы Выделываться На Тренировках Приводить Еду На Кулинарные Изыски Переводить Еду На Кулинарные Изыски Ельга Похлопала Руф По плечу И попыталась Успокоить Но Та Отмахнулась Не Надо Почему Не Надо Ты Живешь Своей Фантазией А Я Рассказываю О Реальности Ты Тоже Изменилась Раньше Ты Не Считала Себя Мужчиной Ты Не Переставала К Ельге Какого Черта Ты Не Знаешь Что Творится В моей Душе Задолго До Всего Ты Тоже Не Знаешь Что Я Чувствовала Раньше Глаза Дори Заплестели От Слез Несколько Капель Покатились По Чекам Она Шумно Вздохнула И Прикусила Нижнюю Губу Ты Перегибаешь Палку Руф Блин Че Так Как То Все Идет Совсем Неприятной Ситуации И Знаете Именно Здесь Я И Остановлюсь На Конце Этой Ссоры Или Жизнь Скоро Нам Придется Побыть Психиатром Вот Так Ну Блин Честно Это Очень Интересная Вещь Кстати Говоря В этом Диалоге Куча Интересных Вещей Во-первых Интересная Вещь Тут Яков Сболтнул Кое-что Что Дорис Яков Кем-то Является Только Интересно Кем Вот Это Вот Интересно Кем Она Ему Является Куча Других Интересностей Про Какой-то Опять-таки Инцидент Что С Ними Произошел И Про То Что За Ними Наблюдать Словно За Какими-то Химячками И Хотят Что-то Узнать Интересно Что Ж Ладно Эпизод Становится Все Больше Все Более Интересным Куда Больше Интересных Данных Предыдущие Эпизоды Были Совсем Мало Отчисленны На Информация Нам Приходилось Бегать За Каждым Персонажем А тут Целое Блюдо Ну Ладно Будем Переваривать Это Все И Возможно В следующей части Пообсудим Это Немножко Перед Тем Как Продолжить Надеюсь Вам Понравилось Ставьте Лайки Или Дизлайки Пишите Комментарии Предлагайте Игры Критикуйте Буду рад Сами Поболтать Заглядывайте В Описание Там Будет Ссылочка На Модис Код Сервер И Не Забывайте Жать На Кнопочку Подписаться На Кнопочку Подписаться На Колокольчик И С Вами Я Конечно Ж Не Прощаюсь Скоро Увидимся